ПЕСНЯ Не, совершенно всё равно, где совершенно одинокой быть. ПЕСНЯ Актеры вообще привыкли углубляться в любую историю. Будь ты сыроежкой, каким-то там гномом или еще лисичкой. А здесь уж такой персонаж Марина Ивановна. Поэтому нужно было читать много, понимать, про что ты будешь говорить. И самое удивительное, что ребята все сами понимают, про что они ведут эту историю. Это самое ценное. Это очень тяжело с нашей культурой, с нашими писателями, поэтами, художниками. Всегда очень сложно и тяжело. Я театр этот давно очень знаю. Была на фестивалях в качестве жюри, жюрила их. И знаю, что это профессионально очень высокий уровень у ребят, у педагогов, у всей этой команды, которая там находится. Пригласили. Вот Наталья Валерьевна как раз приехала какой-то сюрприз. Мне привезла на работу и сказала, а можно мы с вами поработаем? Вы не откажетесь, если мы вас пригласим? Я говорю, да пожалуйста. А, правда, ой-ой-ой, как хорошо. Ну, вот так вот я и попала к ним. А, правда, ой-ой, как хорошо. У каждого воспоминания есть свое до-воспоминание. Точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень, которая всегда оказывается. И внезапное ночное небо, на котором вновь и вновь отыскиваешь величайшие и долечайшие звезды. Начинается, как голова настольного романа всех наших бабушек и матерей Джейм Эйр. Там, красный ком. Там, красный ком. Но это день нечего было и думать. There was no possibility of taking the walk that day. We had been one and one and two and three and four and four. But it's not even. Mrs. Richter was now on the leading journey. Mr. Richter was now on the way. давно разоблаченная морока мне совершенно все равно где совершенно одинокой быть по каким камням домой идти с кошелкой базарной в дом и не знающий что мой как госпиталь казарма так край меня не уберег мой что и самый зоркий сыщик вдоль всей души всей поперек родимого пятна не сыщет всяк дом не чушь всяк край не пуст и все равно и все едино но если по дороге пуст встает особенно рябина но что же тайна красной комнаты запретный шкаф запретный плод этот плод то огромный красный дом с золотой надписью в кость собрание сочинений а с пушкин в шкафу живет пушкин и 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 Закрываются блинные тени, Горят за окном фонари, Темнеет высокая зала, Уходят в себя зеркала. Немедленно, минута настала, Уж кто-то идет из угла. Нас двое на темный рояль Усклонилась, И кратится жуть. Укутаны мамины шалью Бледнеем, не смеем вздохнуть. Посмотрим, что ныне творится Под пологом вражеской тьмы. Темнее, чем прежде их лица, Опять победители мы. Мы цепи таинственных звенья, Нас духом в борьбе не упасть. Последние близкие сражения, И тем не закончится власть. Мы взрослых зато презираем, Что скучные и пустые дни. Мы знаем, мы многое знаем Того, что не знают. Мой первый пушкин цыганы. Цыганы. О живых цыган я не видела никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну за то, я когда слышала про тебя, Мою кормилец. Так, ты любишь жу золото делала, что когда им подарили серги, Веселяй, Миша! Я напомнила, что они не золотые, а золотые, моченые! А в потолочке! Она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет! Ну и вот совсем новое слово. Любовь. Если она идёт и посадит, миссер Далек, я выйду за него замуж. Имя твоё, птица в руке. Имя твоё, льдинка на языке. Одно единственное движение губ. Имя твоё, пять букв. Мячик, пойманный на лету. Серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, всхлит не так, как тебя зовут. В лёгком щёлканье ночных копыт громкое имя твоё гримит. И назовёт его нам в висок звонкощёлкающий кубок. Имя твоё... Ах, нельзя. Имя твоё поцелуй в глаза. В нежную стужу медвижных век. Имя твоё поцелуй в снег. Ключевой ледяной голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Мога... Девушки отдыхают. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке, и никому не говоришь «Любовь». Когда жарко в груди, в самой грудной ямке, и никому не говоришь «Любовь». Когда жарко в груди, в самой грудной ямке, и никому не говоришь «Любовь». Я думала, у меня всегда было жарко, всегда, но я не знала, что ты любишь, я думала, всегда, всегда, всегда так. Ну, в конце концов, любительный рейс разорваться, и я нашла себя слушательницу, или даже двух, в лице Асиной няньки Александра Мухиной, или ее брелять на тишине, приходившей к ней, когда мать заведомо кричала в концерт, а не винайся, спала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А у нас Мусенька, умница, грамотная. Ну-ка, расскажи нам про Вова и овечку. Ой, ну, если вы так просите, в последний раз. А у нас Мусенька, умница, грамотная. Ну-ка, расскажи нам про Вова и овечку или бытового барабанщика. Господи, как каждому положена судьба. Я уже вечерин был чьим-то духовным ресурсом. Говорю это из гордости и из горечи. И вот однажды, набравшись духа, забирающих сердцем и глубоко гладнув... Я могу рассказать про цыгань. Цыгань? Да кто ж про них книжки-то писать будет? Про руки или загребущие? Это не такие цыгань, это другие. Табры? Это табры. А я о чем говорю? Всегда у усадьбы табры стоят молодая чертовка. Дай, баранька, погадаю о твоем таланте. А старая чертовка? Берите с веревки. Али, бриллиантку брошь, барань, это туалет. Ну это не такие цыгань. Ну и кушай. Кушай, расскажешь. А мы послушаем. Ну в общем, Желодин, дочь, я лучше стихами скажу. Цыгань шумно толпой по бес сарабию качают. Они севают и над рекой в шатрах и садраны к ночам. Как больно с веселых ночлег. И так далее, без середины запятым, как сбор походной наковальни. Которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент. А может быть, просто принимаю. Ну и в общем, к этому старику приходит его дочь, Зимфика. И говорит, что этого молодого человека зовут Олегу. Ка-Ка-Ле-Ка. Да и имени-то такого нет. Еще раз подзываю. О-Ле-Ка. Ну, Олега-Ка-Ле-Ка. Да ты дура, не Олега. А Олега. Ну, я и говорю. Олега-Ка-Ле-Ка. Алло. Ты знаешь, что она сейчас? Да дай ей дура сказать. Она ведь сказывает, да не ду. А ты, мученька, не терчет. И ее, которая не ученая. Ну, в общем, Синфира пришла к старику и сказала, что Олега будет жить с ними, потому что она нашла его в пустыне. И его в пустыне я нашла, и в табор дарочек засмораживает. А старик обратился и сказал, что все мы поедем в одной телеге. В одной телеге мы поедем. Та-та-та-та-та. И все обходится с медведем. А-а-а-а. С медведем. А, правда. Старики же рассказывали, когда маленькие были. Повсюду цыгане с собой медведя таскали. А ты, Миша, попляши и плясал ведь. Ну, в общем, очень хорошо все жили. И ослы носили детей в корзину. Кто там в корзинах? Ослы в перекидных корзинах детей играющих несут. Мужья и братья, жены, демы и старик немылат в воскетный дуб. Крик, шум, цыганские припевы. Медведь орел его цепей. А, у него стариком ничего. У него жена молодая. Медведь орел его цепей. Медведь орел его цепей. Который он сладкий на цыгане. И эта тоже. Земфира. Ушла. Сначала все пела. Старый муж, добрый муж, не боюсь, я тебя, грозный, грозный, старый муж, грозный муж, не боюсь, я тебя, а потом встала и села цыгана на могилу, халат поспал и страшно хребел, а потом тоже сел на могилу и зарезал цыгана ножом, так и зарезал ножом. А со стариком что? Да со стариком ничего, он сказал, оставь нас, гордый человек, и уехали, и все уехали, и весь стадо уехали, а Леку один остался. Так ему и надо, не подошел убивать точно, у нас ведь тоже один, жертву за это, кто-то что-то вспомнил, когда-нибудь, а потом накатывали, а вот и любовь. А вот волк и ягненок не любовь, хоть и мать меня убеждает, что это очень грустно. Подумай, Мусика, такой белый, невидный ягненок, который никакой воды не мутил. Так он же, я вспомнил, но волк, тоже хороший. Волк? Волк хороший? Волку в своей жизни я бы еще не видала. Вот же есть маленький волк. Волк хороший, хороший волк. Хороший. Считается, вы видите все, вы видите, что-то такое. Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка. А волка я ведь не могла, потому что он съел ягненка. А ягненка любить, хоть и съездного, и белого, я не могла. Вот и не выходи на любовь. Ничего не вышло с ягненками. Он сказал волк. Я назвала вожатого, Назвав волка, на этот раз ягненка пощадившего, Волка в темный лес, ягненка поваловавшего любить. На этот раз могу сказать, что волка вожатого, Любила больше, чем родных и незнакомых, Больше всех любимых собак, Больше всех закачанных в подвал мечей, Потерянных перочинных ложек, Больше не в тайного шкафа, Потому что он был тайным. Полной грудью я могла сказать, что в шкафу жил пушкин, То сейчас только шепот. В шкафу жил вожатый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чуть позже мне было шесть лет, И это был мой первый музыкальный год В музыкальной школе золкой Плоксиной. Был тогда вечер рождественский, Давая сцены из «Русалки», «Родни Ады» Евгения и Онегина. Ну же. Мусенька, Что же тебе больше всего понравилось? Татьяна и Онегина. Что? Не «Русалка» где князь Илешин, Не «Рогнета»? Татьяна и Онегин. Ну что же ты там могла понять? Молчу. Как я и думала, Ни слова не поняла. Шесть лет тогда. Ну что же тебе там могло понравиться? Татьяна и Онегин. Ты совершенно дура и упрямь и вести ослов. Прямо нерадочно взяла. Ну и почему же... Марина Ивановна. Марина Ивановна! Татьяна и Онегин. Потому что любовь. Любовь? Любовь! Так и запишем. Позорила. Контура влюбилась в Онегина. Пойдем. Ася. Мать ошибалась. Я не Ванигина влюбилась, А Ванигина и Татьяна. Может быть, дочь в Татьяну Немножечко больше Не в них обоих. В их любовь. Скамейка, на которой они не сидели, Оказалось предопределяющей. Я никогда, ни тогда, ни сейчас, Никогда не любила, когда целовались. Всегда, когда расставались. Никогда не любила, когда садились. Всегда, когда расходились. Они ведь ничего вместе не делали. Делали ведь совершенно обратно. Он говорил, она молчала. Он не любил, она любила. Он ушел, она осталась. И теперь, если поднять занавес, она одна стоит. А может быть, уже и сиди, потому что стояла, Только потому, что он стоял, А потом рухнула. И будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно. Эта моя первая нелюбовная сцена предопределила все мои последующие. Всю страсть во мне несчастной, невозможной, невзаимной любви Я с той самой минуты не захотела быть счастливой. Этим себя я на нелюбовь обрекла. Все карты были у нее на руках. Чтобы отметить, свести его с ума, Втопцать в паркетные скамни. В землю. Но она все это уничтожила. Одно лишь только обмолвка. Я вас люблю. К чему лукарит? К чему лукарит? Да к тому, чтобы торжествовать. Торжествовать к чему? Вот на это нет Действительного, внятного ответа для Татьяны. И вот она опять Зачарована в кругу той самой. Зачарована в кругу той самой. В зачарованном кругу своего любовного одиночества. Тогда и понадобившегося. Сейчас вожделенного. Тогда любимая и любимой быть немогущей. Все козли мыли у нее на руках. Но она не играла. Да, да, девушки. Признавайтесь первые. Слушайте отповеди. Выходите замуж за почтенных раненых. И вы будете тысячу раз счастливее другой нашей героини, у которой от исполнения всех желаний ничего не осталось. Кроме как лечь на рельсы. Продолжение следует... Чичико, чичико. Чичико, чичико. Боржать! Чичико, чичико. Татьяна в лес, медведь за ней. Снег рыхлый по колено ей, то длинный стук её за шею зацепит вдруг, то из ушей Золотые серьги вырвет силой То с хрупкой ножки То с милой ножки То с хрупкой ножки Увязь не покры башеночок То вырвет она платок Опять ей некогда Боится Людвей не слышит за собой И даже трепетной рукой Одежды край поднять Стыдиться Она бежит, он все во свет И в силу жизни Бежать ей нет Хвосты Хохлаты Лыги Усы Кровавые Зыки Рога И пальцы костяные Все указует На нее И все Крючок Это мое Крючок 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 Уводил Крючок 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 Он нас всех Этим выстрелом Ранил в живот Крючок 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 Муся, 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 просыпайся. Какая кукла тебе больше нравится? Детина Парижская или Кристина Нюрнбергская? Парижская? Почему? Почему? Потому что у нее глаза страстные. Что? Страшные. То-то же. Пойдем. Продолжение следует. Продолжение следует. Мирись, мирись. Мирись, мирись. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. А если будешь драться, я буду кусаться, а кусаться ни при чем, я ударю кирпичом, а кирпич сломается, дружба начинается, сушки, сушки, мы с тобой подружки. Разрешите? Разрешите? ДИОСТЬ Тимучка Субтитры подогнал «Симон» Ох, какого темного веселого веселого веса? Ох, Дарья Рохова. Мама! Что? Что там Дарья Рохова? Темно. Все. Очень. Мама, Дарья Рохова. Мама. Что? Дарья Рохова не хотела. Приходил... Мама! Катя, Катя. Дарья Рохова. Уаааааа! Сёстры мои Склить на меня Сегодня к маме Приходил Доктор Верхов Андрюша, ты снова наелся конфет И сказал Что Она скоро умрёт И будет приходить К вам в дело Ха-ха-ха Бог Ась, ты не слушай Она умрёт Она умрёт Что случилось? Андрюша, когда нас кто-то умрёт И будет помять Он умрёт Мы тебя не умрём Нет, никто не умрёт Никто не умрёт Никогда-никогда Никогда Клянусь, обещай Никто никогда не умрёт Да, Андрюша просто сказал Лупость Всё, не переживай Помнишь Помнишь Ты рисовала Красивое На море Хочешь На море Ну, значит Мы все поедем На море Хорошо? Пойдёшь Мы все поедем На море Море? Сейчас Нет, сейчас мы идём гулять На море Мы поедем по площади Прощай Звободное Счетло Последний раз Ты за мной Ты катишь Волны голубые Плещешь Гордым кроссовом Всё лето Тысяча девятьсот второго года Я переписывала Это стихотворение Из хрестоматии В самошедную крышку А зачем Из хрестоматии В книжечку? Чтобы всегда Носить с собой В кармане Чтобы с морем Гулять Чтобы майор Чтобы я Сама Написала Все на воле Одна я Сижу в нашей Верхней балконной клетке И обливаясь Мотом От июля Полнее Чудачного Верха А главное От позапрошлогоднего Предсмертного Дедушкиного К разбасного До бережённого До неносимости И невыносимости Платья Обливаясь Мотом Разрываясь От восторга А немного Отсюда Грязающегося Пикея Крупным Отвесным Но всё же Тесным Почерком Переписываю В книжку Хвою Прощай Свободная Стихия В последний раз Передо мной Ты катишь Волны Голубые И блещешь Гордые Красоты Как друга Року Зумныв Не как Зов его В прощальный Час Твой Грустный Шум Твой Шум Призывный Услышал я В последний Раз Прощай Море Не забуду Твоей Торжественной Красы И Долго Толго Слышать Буду Твой Гул В Вечерние Часы В леса В пустыне Молчаливо Перенесу Тобою Полно Твои Скалы Твои Заливы И Блеск Тени Кофр Фу Тетрадка Для любви Худар Да у меня Их нет Маг Написание Бумаги Не дают Дают Рисование Книжка Десять Пищи Бумаги Сложных В космос Где Нужны Разрезанные И прошитые Посередине Столько раз Отчего Книжка Топорщится Распирается Разрывается Вроде меня В моей Такей Кошелье И сколько Я не пытаюсь Извинуть Ее Все Свободное Писание Время Сидя На ней Всем Весом А на ночь Кладя Мой Любимый Булыжник С Искаками Или на них Либо Залеты Которые Перепишу И вдруг Увижу Что Строчки К концу Немного Клонятся Либо Переписывая Кляксу Посажу Либо Рыдовам Смажу Конец Страницы И кончики Этой Книжки Я уже Любить Не буду Это Не книжка А самое Обыкновенное Детство Народнера Лиск Урывается Но книга Слыш Не Сполнится Гадкая Книга Берется Новое Детство Огромной Вышиваемой Иглой И шрется Новое Книжное Куда Сновым Сердем Прощай Жолодный Как Друга Ропот За Унывный Как Стар Слыш Прощай И Час Твой Груст 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 Шут Твой Шут Призыв Услышал Я Последний Раз Раз Ну вот В последнюю минуту Пришла Первая И единственная Морская Достоверность Из того Самого Нерва Куда Их Лев Таких Сплошных Синих Неск И открыток Я еще Никогда Не видела И не знала Что Они Есть Чертно-синие Сосны Светло-синяя Луна Черно-синие Тучи И светло-синей Столб От луны И по бокам Этого Столба Такой уж Черно-синевый Что Ничего Не видно Море Маленькое Огромное Совсем Черное Совсем Невидное Море А с Краю Надучих Немножко Задевая Около Луны Лиловым Чернином Приезжайте Скорее Здесь Чудесы Эту Открытку У старшей Сестры Я украла Завладела Чтобы Только Моя Чтобы Только Моё Так Жарко Розовое Австралийское Раковинное Ухо Я коротала Этот самый Полный Самый Пустынный Самый Долгий День В моей Жизни Мой Великий Конур За которым Никогда Не наступил День Море Было Здесь Я Была Здесь И Между Нами Ночь Огромная Чернота Ночи Чужой Комнат И Эта Чернота Неизбежно Пройдет И Будет Наш Лог Здесь Море Море Было Здесь Море Море Было Здесь И Завтра Я его Увижу Здесь И Завтра Такой Полноты Владения И Такого Покора Владения Я Уже Не Ощутила Никогда Море Было Здесь Море Море Было Море И Я Был Здесь Море 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка